Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своём канале, своих любимых и дорогих подписчиц и тех, которые первый раз ко мне зашли на канал. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет такая. Нужна ли я ему? Хочет ли он быть со мной? Хочет ли он иметь со мной отношения? Дорожит он мной? Давайте посмотрим. Здесь перед вами шесть стопок. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая и шестая. Вам нужно будет выбрать одну, чисто интуитивно. Выберите своего мужчину, представьте его, задайте вопрос, нужна ли я ему. Представьте его образ, приложите вот к одной из этих карт и будем смотреть. Пока выбирайте. Всё, определились, выбрали? Тогда смотрим. Первая стопка, первая карта. Нужны ли вы ему? Да, конечно, сто процентов, потому что вас очень много связывает. Знаете, такое ощущение, как будто у вас ностальгия. Вы с ним с детства, вместе, с прошлого. Вы держите баланс, серединочку. Уже сколько раз вы притирались. Это всё уже из прошлого идёт, тянется, тянется. Сейчас, на данный момент вы просто идёте на компромиссы. Вы просто уже друг друга просто с полуслова молча друг друга понимаете. И у вас это настолько всё стабильно, постоянно. Может быть, вы были уже как одна полноценная семья. Может быть, были официально в браке. Может быть, жили вместе в гражданском браке. Может быть, вы стремитесь к этому. Ваши отношения настолько выстраивались, что вы планомерно шли к тому, чтобы зарегистрировать свои отношения серьёзно и постоянно. Да? То могу сказать, да, конечно, вы ему нужны. Он вами дорожит. Просто то, что, наверное, скорее всего происходит в ваших отношениях, это ненормально. И здесь нужно уже тщательно смотреть. А так могу сказать, да, вы ему нужны. Кто загадал цифру номер два? Так. Нужны ли вы ему, если вы королева кубков? Если вы королева кубков, то есть водного знака зодиак, рыбы, рак, скорпион, или же, может быть, вы относитесь себя по характеристике к водному знаку так же? Вы настолько так же эмоциональны, чувственны, нежны, добры, любите зарабатывать деньги, у вас это получается, у вас прекрасная интуиция, вы очень ласковая, и вы вообще без любви жить не можете. Вот это эмоции, это чувство любви должно всегда у вас присутствовать, и вы это ему даёте, вы наполняете его, и тем самым делает даже ему где-то больно. Почему? Скорее всего, этот мужчина не свободный, и он не может с вами расстаться, потому что вы питаете его эмоционально, чувственно, сексуально, даже так скажем. И он не может просто взять и уйти. Он, как объяснить, нуждается в вас, как рыба без воды, вот не может. Вот то же самое и он. Он просто чувствует на физическом уровне вот эту боль душевную, моральную, когда вас рядом нету, когда вы на него обижаетесь, когда вы там готовы высказать ему всё, что хочешь, и всё, исчезли, и он вас найти не может. Конечно, если вы эта женщина, да, без вас он не может. Он не может без этой женщины, просто не может. Если это не вы, то я могу сказать, что, значит, ну, нет у вас и хорошо, наверное, да, потому что вот именно от этой женщины должна быть у него. Он более-то прям чувствует какую-то вот такую, знаете, душевную такую, плохо ему, больно ему. Он как болеет, как будто, вот страдает внутрь, умирает, как будто, понимаете, вот по этой женщине. Всё, смотрим дальше. Кто загадал третью стопку? Так. Нужны ли вы ему? Вы знаете, скорее всего, ваш мужчина тоже не свободен. У него кто-то есть. Или же он живёт в гражданском браке с кем-то, или же в законном браке, но у него кто-то есть. И эти отношения официальные, он бы и рад там всё закончить, но не может. Не может. Не может. Хотя там, знаете, отношения тоже по швам трещат. Кризис у них там. И от вас он тоже не может никуда деться. Вы ему тоже нужны, потому что он с вами себя тоже очень комфортно и хорошо чувствует. Вы как будто, знаете, кармически ему вот даны. И он не может от вас никуда деться. Скорее всего, он с вами как в родном доме, как с любящей, любимым человеком уже как будто он узнает вас с лицом. Но он и ту семью, ту сторону тоже отпустить не может. Ту женщину отпустить он не может. И он как между двух огней просто. Вот так, знаете. Да, я думаю, что вы ему нужны. Да, да. Дальше. Кто загадал цифру номер четыре? Да, здесь тоже вы нужны ему, конечно. Потому что мужчина собственник. Мужчина держится за всё абсолютно. Скорее всего, может быть, у вашего мужчины тоже есть кто-то. Или супруга, или гражданская там, да, женщина. Кто-то. Кто-то есть. И он держится за всё. Может быть, у него есть ребёнок. Ребёнок его тоже держит. К этой женщине привязывает. Сам мужчина достаточно очень активный, сексуальный, импульсивный. Страстный. Может быть, его одна женщина не удовлетворяет. Но так или иначе, он её бросить не может, оставить её не может. Он собственник, он ревнивец моё. Всё. И вас оставить тоже не может. Может, вы от него ребёнка имеете. Как он вас бросит? За вас тоже держится? Да, здесь вопрос. Если на вопрос, да. Нужны ли вы ему? Конечно, нужны. Конечно. Это такой мужчина, знаете, ненасытный. Ненасытный до жизни. Ему всё интересно. Ему всё надо. Он ничего не отдаёт, не отпускает. Он приобретает, собирает, помогает. Вот такой мужчина. Кто загадал цифру номер пять? Так. Нужны ли вы ему? Да, конечно, нужны. Потому что он строит планы о том, чтобы императрица, скорее всего, вы. Чтобы вы, может быть, вы сейчас на данный момент, если беременны, то это вы. И да, он в вас нуждается. Однозначно. Может быть, он строит планы, чтобы вы родили ему ребёнка. Вы из тех женщин, которые такая, знаете, мамочка вкусная, жена, хозяюшка, любовница, друг-соратник. То есть, всё в одном лице. Как мать-земля, которая пригреет, обогреет, напоит, накормит, приласкает, спать уложит. То есть, у вас вот это есть всё. Хотя, знаете, он такие планы строит по поводу вас. Столько много всего. Он хочет уже сейчас быть с вами. Но что-то не получается, как всегда, да. Или дома нет общего. Может быть, родители против. Может быть, кто-то его держит. Там жена его гражданская или супруга официальная. Кто-то держит, удерживает. От того, чтобы он сейчас именно с вами не может быть. Поэтому карта умеренности говорит о том, что всё будет тихо, плавно, спокойно, без каких-либо резких форс-мажорных обстоятельств. Всё будет, знаете, как течение реки. Куда-нибудь, в большой океан, когда-нибудь вы выплавите под названием счастье в себя иное. Поэтому надо ждать, набраться терпения. Он, наверное, вам и говорит. Потерпи, потерпи, моя дорогая, моя хорошая, моя девочка. У нас всё будет, потерпи. Потому что он планирует. Но пока это только планы. Планы, планы надо терпеливо ждать. Дальше. Кто загадал цифру номер 6? Так, нуждается ли он в вас? Я бы сказала, да, конечно, нуждается. Но он такой, знаете, паразит, хочет сказать. Потому что не всегда об этом говорит, что он нуждается в вас. Он иногда делает такой вид, как будто вообще вы ему не нужны, понимаете? А у самого там кошки скрибут в душе. И он никуда не торопится. У него как 7 пятниц так, на неделе. Сегодня хочу, сегодня ты мне нужна, а завтра, может, уже и не нужна. Но сам он нуждается в вас. Потому что вы его питаете. Может быть, вы вместе работаете. Он никуда деться не может. У вас на работе, вас постоянно видит. Также вы его вдохновляете. Вы ему, знаете, как объяснить? Женщина, которая даёт своему мужчине. Давай, давай, у тебя всё получится. У тебя будет всё хорошо. Я в тебя верю. Ты будешь генералом и президентом. То же самое и вы его, скорее всего, так питаете. Он поэтому в вас нуждается. И, может быть, он даже вас добивается. Может быть, и такой вариант, что он вас добивается и добиться никак не может. Поэтому терпеливо ждёт. Выжидает. Когда вы созреете, когда вы по нему соскучитесь и скажете, дорогой мой, да, я сама без тебя не могу. Хорошо, я на всё согласна. Вот так вот. И ещё, знаете, есть какой-то элемент в ваших отношениях материальный. У меня такое ощущение, что вы богаче его, и он чего-то там ждёт, выжидает. Я не знаю только чего. Может быть, вы с ним что-то там... Я не знаю тоже, как это сказать-то. Поделитесь, может быть, как-то с ним. Или скажите, на, дорогой, тебе нужна помощь материальная, да? Ну, вот что-то такое. Я не знаю. Я просто говорю, я чувствую, что я вижу здесь. И могу сказать. Может быть, у него тоже к вам какой-то есть материальный интерес. Когда вы сильно его захотите, а он скажет, ну, если ты так сильно хочешь, а ты не помогла бы мне с денюжкой или ещё там с чем-то, да, каким-то материальным ресурсом. Здесь отношение идёт материального ресурса. Поэтому вот так вот думайте. Вот такой был расклад на ваших мужчин. Что они вас думают? Нужны вы им, да, своим мужчинам? Или же нет? Я желаю всем всего хорошего, чтобы вы всегда были нужны своим мужчинам. И мужчины были только с вами рядом. Всего хорошего. Всех целую, обнимаю. Спасибо. До свидания.